Славочка сказал, что он так сильно летал, когда нас были друзья в тяжелое время. Василий был присадик-то и необычный собрался, что не негде, потому что тогда никаким пророками не были вописаны. Полетели мягче, правда, сейчас не слоя, и поэтому даже не слоя. Будем думать, что же такое, что произошло, как это было бы иначе. Славочка сказал, что ремена будут очень тяжелые, потому что кругом будет стоять прослушка. Все все будут знать и слышать. И христианы будут очень гонимы. Они выназены сами, будут оттуда ходить и что-то предпринимать. Ремена скоро растуты, хуже, чем пристали. Во-первых, у Солрых. Они эти все правы не только для людей приготовлены, а для животных. Участливый город, да, уже долго живет. Человек, который очень приятного города, для лета, зависит от того, как и информация, когда вы хотите. Это же на каждом столбе нужно говорить о чем-то поздраве. И все это, Славочка, Солрых будет работать против человека, особенно про Солрых. Поэтому люди, без шепотом, будут всплывая их на улице, и за нацепи записываются, и за нацепи полный контроль между своих слов. Они немного потерпят всякие решения. И потом Господь им начнет помогать. Все будет занято, как Славочка сказал, все огромные города, все центральные дороги. Все будут заняты вот этими полицейскими войсками. И хазистяне, кто не предал Христа, они просто сами по себе будут вынуждены уходить от такого общества и где-то скрываться. И вот им скрываться и будет помогать Господь. И они его дождутся, и Славочка сказал, ни один мамочка, кто не предаст Бога, ни один человек. Славочка сказал своих, будут горожать. Они будут все небольшие, как сильные. Они будут, как Славочка сказал, поначалу, по всех концертных решений. А совсем они будут все свободны, потому что их будут закрывать. И они будут невидимы вот этим силам. Силам вот этим нечистым они будут невидимы. Потому что зомбированные полицейские ни дома этого видеть не будут. Ни человека не будут видеть, нигде человек укрылся. Славочка сказал, где вот скопление массовое людей, которые не подумали ни о чем, приняли печать и все. Вот они будут жить настолько праздны и веселы, что им будет не до этих истей, а на ней им не нужны будут. Но потом они сами пойдут искать этих истей. Такое появится у них зло, потому что они почувствуют, как приближается Господь. Славочка сказал, что печать, когда Славочка мне первый раз сказал, что все скоро начнут купить, я, конечно, засунивалась. Я сказала, что Славочка, ну как это? Сын, наслажды купить. Он написал, что все начнут купить. Пиши, пойми, 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 что они купить, но не дышались, но как они думали, что они могут услышать, что они не могут. Что обязательно? Обязательно. Только цель не очень поможет. Когда из-за мира нет убирала, это будет честь, обязательно, чтобы человек не гибил первый, так быстро. Нужно много молитвы дома. Апостолик, он сказал, можно по-разному. И сказал, что другого, именно он сказал, другого варианта нет. Человек просто не спасется. И, я, Славочка сказал, будет разваливаться на регионы. И каждый регион будет пожелать в России. То есть, мы собираем движение народа. На Толкасе, я вам сказала, будет бесконечная война. Будет погибать в городах народа. И вообще, Славочка сказал, даже без войны. Будет погибать народу больше, чем во время народа. Славочка сказал, что в стране не будет летала. Не будет ткани. Говорят, когда они не станут металла, все кладбище и все настольные, все металлические окраски, все кресты, все будут собирать, и пускай на перепасту. Даже маленького ножичка металлического никто не найдет. Ни гвоздя, ни ножа. Поэтому Славочка сказал людям, кто к нему приходил, запасайтесь лопатами, пламами, буржуйками, запасайтесь гвоздями и всем тем, что поможет в трудное время выжить человек. Почему-то сказал, что нужно очень много простой ткани. Я спросила, почему? А он сказал, мамочка, клочка ткани никто не найдет, ткани вообще не будет. А все болезни отвернутся. Поэтому и раны, и язвы, и все болезни, какие только есть, все возвратятся. Он сказал, что должен лекарство, должен запасаться. Нужно запасать спирт, чтобы эти раны обрабатывались. В общем, по его предсказаниям, страшное время. Слава сказал, праведные пусть делают правду, неправедные пусть делают неправду. Меня очень удивили эти слова. Ребенок не может такое говорить. Праведные пусть делают правду, неправедные пусть делают неправду, но ничего не остановить, не изменить нельзя. На небе все решено. Скоро на земле будет Бог. И Савочка сказал, что первый документ, не человеческий, от сатаны, это ваучер. Потом говорит, каждая, любая справочка, любой документ будут только от него. Это не человеческие документы. Он объяснил, что когда наступят такие времена, чтобы люди будут принимать вот эти документы, перед этим, последним мировым паспортом, будет такая микросхема. Савочка ее назвал микросхемой. И он сказал, что эту микросхему уже давно паяну от родителей, в некоторых московских роддомах детям ставят под кожу. И родители даже не понимают, отчего у них такой умный ребенок кратился. Это практикуется тайно и давно. А когда будут ставить всем людям, то, как я поняла Савочку, люди перестанут быть людьми. Останется только после этого его чипа поставить печать. Савочка сказал, как будет ставиться печать. Они придумают мировой паспорт, будут давать версии. Это будет маленькая, серенькая, в Савочном 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 очень симпатичная пластиночка. И когда люди будут за этим паспортом мировым протягивать руку как правило правую, то аппаратура будет рассчитана так, что человек или правую руку тянет за паспортом, или подставляет лоб наклоняется. Где кого-то в Савочном Савочном где какая-то обстановка будут выдавать же в основе стране, всей земле. И он сказал, что, как правило, на правую руку в область цепи вся. Вы оставили лишь в струкле изотопленные лечения от этой аппаратуры или на лоб. И Савочный сказал, длинную же печать вот такую. Бог никого не прости. И Савочный сказал, что потом пройдет какое-то время и люди начнут челкан перекрывать свою руку, станут носить длинные рукава, потому что проснулся однажды, он не в 3-е 10-е минуты, светится зеленоватый свет. И Савочный сказал, кому-то электронные часы, как-то было таки красиво, зеленоватого света, светятся три шестерки, а потом посудят. Один открыто несет эту печать, второе открыто носит эту печать и перестанут стесняться. поначалу они просто еще будут совесть, и они готовы заснять. А потом они перестанут стесняться и открыто станут носить печать и звезды. Сейчас разрабатывайте такие технологии. По цели я не слышала. А Слава сказал, что Лава будут строить огромные магазины, там будут очень хорошие качества товара, очень хорошие продукты, и все будет для таких людей. А мне людей не согласны с такой системой для них еще будут как какое-то время магазины, которые будут снаружи, качества товара все хуже. А потом, Славочка сказал, эти люди, которые зашестерятся, Славочка сказал, они еще какое-то время не будут такими злыми, они постепенно станут очень злые, сказал Отрик. Но перед этим они еще постараются от своих продуктов что-то дать бедствующим людям, родным своим, которые не приняли печать. Но люди, не принявшие печать, не смогут проглотить даже кусочка, потому что Слава сказал, или их вырвет, или они просто не смогут проглотить. То есть пище для обыкновенных людей это уже не подойдет. Люди ее не могут есть. Про еду, которую будут есть и зашестеренные люди, он сказал, что он называл зашестеренные. Он сказал, что на каждой, на каждой, на каждой маленькой конфеты отдельно на каждой будет стоять три шестеренные немаленькие зеленые. И сейчас это показали по телевидению. Уже эта пища есть. Показали поросят, что их вырастили, они стали большие, белые. Вот эти слинья, большие, белые, чемпионы. И они по контуру светятся зеленовато, таким приятным, приятным светом. Я не могла поверить своим глазам. И тут все то, о чем рассказано Слава. Но он говорит о человеке, что будет светиться зеленоватым светом, и что есть он может вот эту продукцию, а нормальные эффекты с человеком. Мне с очень первым не сможет даже прекратить. И поэтому он сказал, что люди, которые даже перетерпят, не примут печати, потом соблазнывают ой, он привел такой пример. Вот человек сам себя уговаривает, что я только зайду в этот магазин и посмотрю, чем там горят в этом и что у них там есть. Как заходит человек в магазин и от голода начинает в нем вообще человеческом начинает все это брать, брать, брать. И когда это через кассу проходит, через кассу он получает эти три жизни. То есть вот так же. Вот он сказал, люди, принявшие печать, постепенно печать, и все они так очень сильно завидуют и средства тех, кто печать людей. Потому что не мог, что они нападутся на все свои пары. И эти люди вымыслили Вначале добровольно будет принимать печать, даже персить. Затем в общей массе перелететь на вечную часть. А потом просто бывало тем, кто не смещается. Потому что, как я Славочка поняла, будет идти сигнал на этот проспект. И должен идти ответ. Должен идти сигнал, а от этого человека сигнала нет. Значит, этого человека будут ловить, Славочка сказал, именно ловить. В общем, как он сказал, полицейское государство, это и армия, и милиция в одном лице. Вот они будут просто таких людей ловить и насильно ставить печать. По крайней мере, мы решили в небо или в лес. Понимать только нужно полосить в небо или в лес. Славочка сказал, что насильно будет человеком. Будет стоять как-то машкой, будут смотреть, едет в машине сколько человек. Все или нет чипированные. Если кто-то не чипированный, останавливают для их, чтобы переводить в реках. Останавливают машину, зачипируют и лежат с ним лучше. Поэтому, христиане, на дорогах приходить, не ездить. Поэтому, поздравшись на юральных трассах, христиане, нужно уходить. Люди вынуждены будут скрываться. Я не вынуждена скрываться, я прийти. Потому что те, в моем мусоре, не попались за руководством лица. Славочка сказал, когда антихристы были на земле, почти все места проживались на поверхности. Я не буду селиться на земле, а воду не спокоен, чем на земле. Потому что не все местные, оставшиеся в воду, так бы все равно будут выполнять свои работы. Я сказал, что это в мировой правительстве. Но все это, кажется, простите себя за мобильностью. Он разрешит всех народных человеческих. И скажет, что церковь, в чьих не правил Бог. Что как раз все создано Богом, то есть длинным. Для того, чтобы как раз люди всем наслаждались. И люди начнут наслаждаться. Вот такая жесткая трагедия. Славочка, он пришел, чтобы именно предупредить. Сказать, что именно это последнее время. Что именно это сатанинские номера. Что именно это его печать. И что Бог никого не простит. Пусть даже не надеются. Некоторые отмахиваются сейчас. А вот сколько раз уже конец света наступал. Но никогда не было чипа. Никогда не было никаких печати. Но то, что происходит сейчас, этого не было никогда. И никогда не приходил маленький мальчик в такие времена. И не говорил, что именно это последнее. И никогда не говорил ребенок, что праведно его сделают правду. Неправильно его сделают неправду. Ничего не остановить, не изменить нельзя. На небе все решено. Скоро на земле будет Бог. Который никого не простит, кто принял печати. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok